Сегодня в их руках не амбулаторные карты, медицинские перчатки, а грабли и лопаты. Брестская городская детская поликлиника номер один относительно новая, а потому нуждается в благоустройстве. Здесь, на территории, прилегающей к зданию, строго по технологии, в благоприятный и оптимальный период, сразу после весеннего дождя, медиками высаживается не одно молодое дерево. Погода благоприятствует, настроения соответствующие, а что еще нужно для того, чтобы работа спорилась? Сотрудники этого учреждения активно откликнулись на проведение этого месячника благоустройства. И сейчас люди, которые не заняты на оказание лечебно-профилактической помощи, вышли на эту замечательную акцию. Тем более, что погода этому способствует, прошел влажный дождь, земля влажная, настроение хорошее, поэтому люди активно принимают участие. В субботник дело исключительно добровольное. Нынешний объединил свыше 20 неравнодушных медицинских работников. Объем работы немалый, а потому даже в свободное время отдыхать не приходится. Зато буквально через пару лет полупустая на данный момент территория возле поликлиники станет красивой зеленой зоной, которая будет радовать глаз. Мы всегда откликаемся на всякие такие призывы. И учитывая то, что наша организация уже давно существует, уже 7 лет, и мы всегда участвуем в городских, еще выйдет же городской субботник, мы всегда туда своих представителей. А по благоустройству территории, ну так это, конечно, это так должно быть, потому что у нас относительно новые здания, еще не совсем благоустроенная территория. И наводить порядок там, где ты проводишь большую половину своего дня, так скажем, и работаешь, это всегда, наверное, приятно, всегда нужно. И всегда это как-то объединяет. Весеннюю традицию активно поддержали и ветераны города. Это именно те люди, которые всегда охотно принимают участие в субботнике. Ведь для них это не только возможность внести свою лепту в наведение порядка в общем доме берестейцев, но и один из способов собраться вместе и пообщаться. Тем временем, работа по наведению порядка на земле и озеленению территории кипит во многих уголках областного центра. Завершит апрельское преображение «Республиканский субботник», который состоится в стране 22 апреля.